Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы заканчиваем рассмотрение второго послания к фессалоникийцам. Третья глава. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не от всех вера. Еще раз подчеркнем, что апостол Павел связывает успех своих проповеди не только с действием Божьим, не только с попечением о нем свыше, но и с молитвой. Он просит, чтобы его получатели, которых он сам только привел к вере, которые, может быть, и навыка молитвы как такового еще не умеют, они только осваивают эту молитву. И тем не менее, этих еще новоначальных христиан, которые уже усумели отличиться своей любовью, своей стойкостью и верностью, он просит молиться о нем. И, собственно говоря, это напоминание о том, что он находится в той же самой ситуации, что и сами фессалоникийцы. Ведь мы помним, что первая глава, она как раз была посвящена теме скорбей и притеснений молодой фессалоникийской общины. И здесь апостол Павел говорит, что и сам он не избавлен и просит как раз молиться о том, чтобы Господь освободил его от беспорядочных и лукавых людей. То есть, конечно, мы понимаем, что за этими словами стоит реальность того, что апостол Павел сам много претерпел. Терпелся от разных людей. Что, конечно, далеко не у всех вера. И очень много самому апостолу пришлось перенести. А ведь это еще, собственно говоря, только начало его мистерской деятельности. Может, не самое начало, это второе мистерское путешествие. Но все-таки еще годы активности апостола Павла впереди. И, конечно, его деятельность, она была действительно сопряжена с многими людьми, от которых апостолу Павлу приходилось самому страдать. И он возлагал большие надежды в этой ситуации на молитвы о нем своих адресатов. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Важно, что в послании апостола Павел он неоднократно эту тему тоже поднимает. Поднимая тему сатаны, лукавого, он видит то, что он делает не просто плодом его личных усилий, не просто маршрутом, который он выстраивает сам для себя. Он понимает, что он находится на арене борьбы между Богом и дьяволом. И успех апостола Павла, он дьяволу небезразличен. И поэтому он активно противодействует своей его миссии. И в первом послании апостола Павла говорил о том, что он неоднократно хотел прийти в Фессалоника, но помешал нам сатана. То есть вот это противодействие, эти козни дьявольские, он очень хорошо видел и понимал. И не всегда он даже мог через них перешагнуть. Иногда, как в случае невозможности апостола Павла вернуться в Фессалонике, дьявол оказывается сильнее, чем апостол. И поэтому, конечно, он очень нуждался в молитве, очень нуждался в содействии Божьей и верен, что Бог все равно сохранит от лукавого. «Мы уверены вас, Господа, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем, Господь же доуправит сердца вашей любовью Божией в терпении Христовым». Ну, действительно, для апостола было важно, чтобы его наставления они не прошли мимо, не канули в лету. И он не случайно начинает с этого, потому что дальше мы как раз будем рассматривать ситуацию, когда в наставлении апостола Павла они не возымели успеха и привели к нестроениям внутри церкви. «Что же произошло? Завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего без чина, а не по преданию, которое приняли от нас». Итак, предание опять выходит на первостепенное место. И что же произошло? «Ибо вы сами знаете, как должны были подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночью и днем, чтобы не обременить кого из вас, не потому что мы не имели власти, но чтобы сами себя дать в пример, в образец для подражания вам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, то и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают без чина, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещаем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Итак, ситуация, которая возникла в Исланикийской церкви, была достаточно неожиданна. Какая-то часть, какие-то люди, они посчитали, что раз второе пришествие Христово не за горами, раз оно вот-вот уже должно произойти, то никакого смысла, чтобы им делать, нет. Нужно просто дождаться возвращения Христа. И поэтому дошло даже до того, что они перестали работать, зарабатывать себе на хлеб, а их содержание, оно легло на плечи молодой фессалоникийской церкви, довольно бедной, как и все македонские церкви, о чем мы знаем и из послания, например, Второе Коринфянам или послания Филиппийцам. Так вот, действительно, конечно, для церкви, для общины содержание таких христиан, оно было не по сильной ноши. Мы видим, какие трудности, и об этом речь, и о том послании порождала, как раз вот эта уверенность в том, что возвращение Христово, оно не заставит себя ждать. Каким же образом апостол Павел пытается предостеречь христиан от такой ситуации, изменить ее кардинальным образом? Во-первых, он говорит о том, что необходимо удаление от людей, которые поступают бесчинно, а не по преданию, которые приняли от вас. То есть, по сути, речь означает, что такой человек должен покинуть общину, выйти из нее, как бы это ни было трагично, потому что, конечно, мы уже неоднократно говорили, что Бог заинтересован в спасении каждого человека, тем не менее, такая ноша для церкви, а может быть, не посильна. И хотя она не связана какими-то отступлениями в вере, но тем не менее, все равно оказывается, что человек таким образом противопоставляет себя другим. Кто-то должен его содержать, кто-то должен для него трудиться, зарабатывать ему на пропитание, и, конечно, здесь ни о каком братолюбии, ни о каких христианских взаимоотношениях в общине нет. И поэтому, по сути, свое поведение такого человека, оно является вызовом подлинной, настоящей любви. Он требует повышенного внимания себе, он требует, чтобы другие, будучи взрослым человеком самостоятельным, его кормили, а сам отказывается хотя бы палец ударить для того, чтобы прокормить себя. И кроме того, что необходимо дистанцироваться от такого человека, апостол Павел говорит и о том, что он сам никогда не вел себя похожим образом, трудом, работая ночью, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что он не мог бы получить пожертвования, помощи от фессалоникийцев, но чтобы дать вам в образец себя для подражания. И, опять же, мы видим здесь очень важный момент, момент примера. Ведь, конечно, язычники, они его только-только перешагнули в христианство, приняли его. И мы уже говорили о том, что те послания, первое, второе, они являются самыми первыми литературными памятниками Нового Завета. Ещё всего того, чем мы с вами живём, просто-напросто не существовало. И какие ориентиры, какие маяки или маркеры мог дать апостол Павел тем, кто ему поверил. Ведь он покидал церковь, он дальше не мог быть её наставником. И хотя он мог оставить там какие-то своих доверенных лиц, не всегда тоже была такая возможность. Прежде всего, таким вот маяком для новообращенных христиан служил он сам, его личный пример. Он понимал ту ответственность, которую он несёт за новообращенные общины. И поэтому, конечно, любой какой-то, может быть, изъян его деятельности, он мог бы его дело в какой-то момент свести на нет. И поэтому, понимая даже, что он мог воспользоваться своим положением, мог вполне жить за счёт общины, хотя и непродолжительное время, он так никогда не делал. Он всегда трудился сам. Он призывает тех, кто поступали подобным образом, работать в безмолвии и говорит замечательную фразу, фразу, которая была потом впоследствии изменена, искривлена, но использовалась в коммунистических различных лозунгах «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Если же кто не послушает вас, всем послание говорит он, того имейте на замечание, не сообщайте с ним, чтобы устудить его. То есть он повторяет своё наставление, призывая общину изолироваться от тех, кто не хочет слушать, тех, кто не признаёт авторитета церкви, выбирая удобную для себя линию поведения. Но не считайте его за врага, а выразумляйте как брата. И это тоже очень важно. То есть, да, человек или группа людей, они противопоставили себя церкви, они повели себя недостойным образом. Но, опять же, вот это поведение, оно, вернёмся к этому, во многом, конечно, было связано с содержанием раннехристианской проповеди. То есть из этой проповеди, из ожидания второго пришествия Христа, они сделали неправильные выводы. Но, опять же, выводы, которые были выгодны им самим, потому что это ставило в их какое-то особое положение, и, конечно, это облегчало их существование и жизнь. Они считали, что они могут не работать, а их должны кормить другие. И вот от этой, да, как иллюзорной выгоды, за которой, конечно, стояло не только лишь какое-то неверное восприятие христианского вручения, но и, собственно говоря, личный интерес. Вот поэтому-то и хотя они сохраняют статус братьев, а не врагов, все равно апостол Павел предлагает им их увещать, да, каким-то образом для того, чтобы они все-таки изменились. Он дает им шанс, он протягивает им руку, да, у них есть надежда, что если они изменятся, они и дальше будут членами Фессалоникийской церкви. Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Ну, пожелание мира, оно всегда сохраняет актуальность. В любых человеческих сообществах всегда есть какие-то нестроения, малые, большие, заметные или нет. Но, как бы там ни было, мир, да, это то, что нуждаются все люди, что необходимо так или иначе всем нам. И, конечно, подный мир, он может быть дан только Богом, да, только извне. Потому что люди, как правило, всегда стремятся к какому-то разрушению мира. Эгоизм, самолюбие, самомнение, гордыня, корысть, они мешают установлению мира. И поэтому апостол Павел молится о том, чтобы действительно мир в Фессалоникийской церкви был установлен свыше непосредственно Богом. И заключает апостол Павел послание такими словами. «Приветствия моей рукой у Павловы, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодаря Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Итак, ситуация с подложенными посланиями, которые вызвали неоправданные какие-то слухи или ожидания, заставила апостола Павла собственноручно подписаться в конце, что он, может быть, и не всегда делал. Но тем самым мы понимаем, что, во-первых, это послание тоже было написано, как большая часть послания апостола Павла, секретарем. Ну и, во-вторых, конечно, апостол Павел опять возвращается к этой теме действительных и недействительных посланий. И печать того, что это он сам, он вынужден сделать, ставя свою руку подпись. И послания фессалоникийцам, они, с одной стороны, конечно, отражают ту жизнь о ранней церкви, которая ушла в далекое прошлое, а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, если мы возьмем каждую главу, первую, вторую, третью, все равно эти темы, они сохраняют актуальность. Тема страданий в жизни христиан никогда не исчезала. Искатологические ожидания в истории церкви тоже не прекращались. И, наконец, взаимоотношения в церковной общине. И вообще, среди христиан, когда они пытаются каким-то образом использовать других, к сожалению, тоже имеют место быть. И поэтому, хотя и ситуация этих посланий является достоянием истории, тем не менее, их духовное значение и ценность непререкаемы и по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok